возможности нет если реально смотреть то есть все мы принимаем решение что мы не демонтируем эти опоры пока мы не установим новые потому что мы вопрос вопрос потом возникает следующий демонтаж опор я считаю должен быть сразу после установки промежутки которые есть опоры потом когда СИП со светильниками установлен по-моему демонтаж будет не совсем целесообразен потому что возможно повреждение просто у нас есть еще вопрос значит других подрядчиков поскольку на последнем совещании был поднят вопрос что мое бездействие в отношении демонтажа согласно графику отсутствие демонтажа препятствует работам иных подрядчиков третьих лиц непосредственно подрядчика кто строит дорогу вот они оба да я знаю да то есть это от ну то есть наличие опор существует существующих опор на территории где на парковках да на территории где производится асфальтобетонные работы они эти опоры препятствуют работам ну и возможно им создают трудности в последующем есть у вас замечание замечание то что были сейчас я практически уже замечаю дорогу скорее всего сегодня основная дорога мне останется несколько дней все равно, а не за мной то что есть то что есть традиционное движение у меня только один единственный вопрос там где бордюры есть по вне их кто будет устанавливать у меня все равно придется которая поломанная бордюра да это то, которое мы обсуждали два дня назад что у нас там поломали бордюры и получается Игорь Петрович он это и сегодня еще раз призвучил что он не намерен принимать такую работу я уже, я бы конечно раздражался по их мнению, по их мнению конечно я со всеми дружу и у меня нету неприязни либо там враждебного отношения но если есть вопрос который мы сегодня не можем либо доказательно решить а вот этот человек сломал или эта техника сломала потому что я слышал версию иную что говорит версия следующая что не мы разломали бордюр а из-за присутствия нашей техники а непосредственно сужение дороги в местах где мы проводили работы по бурению привела к тому что другие участники движения не наши другие участники движения а именно самосвалы или другие тяжелые машины не имея возможности объехать не задевая бортовой камень привели этот камень в несоответствующее состояние то есть разломали теперь значит извиняюсь но в виде примера какой-то умный человек пошел поехал разломал виноват будет человек который производил там работу может быть есть смысл найти этого человека и спросить почему ты так сделал вот смотри я сузил дорогу кто-то приехал сломал виноват я но это тоже знаки стояли ограничивающие движения все здесь перекрыто Игорь Васильевич вы сейчас опять ищете чего нет я спрашиваю я не ищу я спрашиваю я говорю перекрыта была дорога мы наверное во первых надо было тебя не было ребята готовы приезжать сюда надо было на поскольку дорога до русских когда мы сдаем эту дорогу пускай экскаватор загонит и копает а пока они не стали это под нашу ответственность это твою ответственность и мою и третьего подрядчика они могли заезжать сюда и отсюда я еду по дороге значит проезд огражден он сужается проезд слева у меня кошка собака ребенок я не имея возможности должен задавить этих и проехать может быть есть смысл остановиться попросить разъехаться или что то есть если мы не умно поступили мы не умные хорошо принимаем так а кто проехал он наверное умный или если тоже дурак дурак значит ну дурак значит давайте найдем его ну а я что сделаю сейчас ну да хорошо казните меня ладно не хотите сказать что я должен это все установить уважаемый я говорю напишите письмо нет я за можно обоюд я лично бордюра дам пускай им покажут людей пускай они оплатят второй раз пусть установят если это дворян его строят короче еще раз я только что привел пример давайте не просто здесь сейчас будем это обсуждать здесь я думаю что заказчик будет написано письмо там в процессе установки бордюра все было хорошо между каким-то 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 заключен договором был установлен бордюр по проекту бордюр был установлен все было хорошо все было классно прошло несколько дней этот бордюр сломался прошу дать разъяснение по данному поводу заказчик ко мне обратиться я отвечу ну и что сейчас будем я отвечу да мы будем делать потому что да мы поняли что это даже наша машина разломала бордюру я вообще не могу понять как можно разломать бордюру да как можно разломать там отправки письмо нет вообще что даст это бумага и сейчас отвечаешь либо да либо нет какая разница здесь скажешь да или нет что заказчиком наши контракты никак не пересекаются и если вопрос этого касается у меня есть заказчик у вас есть заказчик у вас есть претензия пишите заказчику заказчику мне напишут у меня претензия нет я когда вот этот участок закончил я сдал да у нас не было никакой а я сдал и не вы сдали я это помню у меня у меня не принимают потому что я знал что после меня зайдут еще другие подрядчики в любом случае что нибудь варят потом у нас 40 лет и у меня рождаются вопросы может быть подумаем потом м